Я считаю, что фигура Михаила Сергеевича Горбачева масштабом своим, спустя, к сожалению, какое-то время, и скорее всего это произойдет, когда, может быть, уже и нас с вами не будет на свете, а не только Михаила Сергеевича, она будет востребована, понята и оценена. Потому что то, что удалось сделать Горбачеву, не удалось сделать ни Хрущеву, ни Косыгину с Брежневым, никому. Ему удалось перестроить сознание человека. Экономику, политику, нравственность – это все потом, это все мы. Можно мы с вами, Михаил Сергеевич, вы нам разрешили, спасибо, так сказать, а теперь получаем Михаил Сергеевич пятак. А Михаил Сергеевич, вместо того, чтобы позвонить и сказать, этого взгляда, или там этого Мукусева-Паганова не будет с завтрашнего дня, и вообще-то они, между прочим, под статьей ходят за антисоетскую агитацию, он этого не делал. Михаил Сергеевич понимал, что сильные власти масштабом того, что он задумал, должны соответствовать сильные СМИ. К сожалению, это поняли далеко не все, буквально там 2-3 передачки и там 20 журналистов на бывшем центральном телевидении. Поэтому распространение, так сказать, вот этой поганой страшной новости о смерти Михаила Сергеевича, полагаю, что выгодно прежде всего тем, кто очень бы хотел попиариться на его имени, понимая масштаб этой личности. И понимая, что до сих пор страна наша расколта как минимум пополам, может быть, уже не пополам, в большей степени, так сказать, большое количество людей, имеющие свою собственную, так сказать, ненависть, так сказать, и какие-то претензии Горбачеву, они либо ушли из жизни, либо уже смирились и понимали, что Михаил Сергеевич хотел совсем не того, что получилось в итоге, так сказать, но это уже другая история. Так вот, я полагаю, что это первая ласточка, вот такой вброс очень бестактный, очень грязный, повторяю, вброс в сеть этой информации. Первая ласточка, понимаете, а как среагирует? Например, у нас или за рубежом? И что, собственно, произойдет дальше? Ну хорошо, ну ушел. Не начнется ли нового итога к возврату Горбачевской идеи перестройки, учитывая, что мы, по-моему, семимильными шагами идем к новой перестройке, но которая, в отличие от Горбачевской, наверное, будет кровавой.